Здравствуйте, это Кременчугский Телеграф, и мы хотим узнать мнение людей в Кременчуге по поводу того, что мы 25 октября перешли на зимнее время. Интересует, что они могут сказать об этом? Переход на зимнее время, как вы к этому относитесь? Я отрицательный. Почему? Потому что первый переход был с летнего на зимнее еще давно-давно. Ага. И что в итоге появилось? Никакой пользы абсолютно. Один единственный минус, ну как, единственный плюс для Соня, что им можно выспаться, на час уже вставать. А темнеет на час раньше. Какая экономия? Кричали с целью экономии. Какая к черту экономия? Гораздо больше расход электроэнергии и всего. То есть это уже, вы думаете, пережиток прошлого, да? Ну, во всяком случае, половина стран уже и в Европе отказалась от этого. Так что, тем более, в масштабах Украины, это, допустим, еще в такие страны, как Канада, Россия, где громадные пространства, там как-то часовые пояса можно регулировать. А в масштабах Украины, которые меньше, чем за сутки проезжаешь, это... А как у вас происходит адаптация, в принципе? Да я легко адаптируюсь. Я могу спать по три часа в сутки. Мне надо потом раз в неделю отоспаться за 10 часов 10. Я понял. А целая куча людей сейчас не так. А по весне, я знаю, что недели по три нормально на работу не могут. Потому что весной на час раньше вставать... То есть вы считаете, нужно и переход на летний, и переход на зимний отменить? Я считаю, что это глупость очень большая. Ага. Вот и все. Я свое мнение сказал. Хорошо. А у вас какое мнение по этому поводу? Мне все равно. То же самое. Адаптируйте нормально. Хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо. Я не боюсь, я могу встать в любое время суток, если надо. А вот часть людей, которые реально не могут этого, и они плохо себя чувствуют. Скажите, как вы относитесь к переходу на зимнее время? Отрицательно. Долго привыкаем. Адаптацию, да, ощущаете? Особенно с ребенком ощутимо. А что ощущает ребенок во время перехода? Раньше встает, чем я привыкла. Хорошо, понял. Как вы думаете, стоит ли отменить и летнее, и зимнее время? Да. Да? Понятно, спасибо. Ну, это не принципиально, но желательно. Хорошо. То есть вы считаете, что это пережиток прошлого, да? Я думаю, что будет удобнее весь переход. Скажите, есть ли смысл в переходе на зимнее время? Ну, в смысле, смысл. Ну, как вы относитесь к тому, что мы переходим на летнее время и на зимнее время? Вы считаете, нет смысла? Я считаю, есть. Европа вся отказалась, а в ней мы переходим. Ага. Ну, почему? Например, так безопаснее, так скажем. Чем? Свет-то ярче. Извини, пожалуйста, на час раньше. Так, то есть вы дискомфорта никакого не ощущаете, когда мы переходим? Абсолютно. Ага. Понятно. А почему вы считаете, это пережиток прошлого? Как вас зовут? Влад, ну, вся Европа отказалась, все отказались. Если я правильно помню, я могу ошибаться, конечно, но вроде только мы одни остались, которые переводничаются. Все. Россия отказалась, Европа отказалась, все отказались просто. То есть вы считаете, стоит отказаться и от зимнего, и от летнего времени, да? Ну, я не вижу в нем никаких разниц. То есть, что мы перевели, и что мы не перевели, разницы нема никакой абсолютно. Алена, как вы относитесь к переходу на зимнее время? То, что мы перевели часы. Нормально отношусь. Я хоть спать начала. А, то есть вам легче? Неудобно. Адаптация у вас никакая не происходит, да? Нет, все хорошо. То есть вы считаете, и летнее, и зимнее время стоит переход оставить? Вполне нормальный, да. Мне удобно и по работе, и так удобно. Отлично. А как ваши знакомые к этому относятся? Есть у вас люди, которые недовольны? А муж у меня встает еще раньше. Ну, ему тоже это удобно. То есть в тот день, когда это произошло, никаких последствий на себе не ощущали? Вообще никто не просыпал, стал просто раньше. Как вы считаете, есть ли смысл в том, что мы переходим на зимнее и летнее время? Нет, нет смысла. А почему? Ну, это старые стереотипы. У вас, вы ощущаете на себе какой-то дискомфорт, какая-то адаптация происходит? Нет, мне без разницы. А как ваши знакомые к этому относятся? Есть люди, которые категорически против, как и вы? Да. Ну, это в основном молодое поколение. Потому что не считают нужным. Пустишь к переходу на зимнее и летнее время? Нейтрально. Нормально. То есть никакой адаптации не происходит? У тебя дискомфорт какой-то ощущаете? Нет, вообще не ощущаю. А у вас кто-то из знакомых привержен к тому, что это пережиток прошлого? Нет, нет. Это все равно. Как вас зовут? Меня зовут бабушка Люда или Людмила Юрьевна. Бабушка Люда. Как вы считаете, стоит ли переходить на зимнее и летнее время? Читаю, нет. Читаете, нет? Это тяжело перестраиваться. Тяжело перестраиваться? Вот я не знаю, как вам, но нам очень тяжело перестраиваться. Адаптацию ощущаете, да, на себе? Конечно, очень ощущаю. У вас все знакомые поддерживают это мнение, что стоит отменить? А я такой вопрос не задавал, честно говоря. То есть вы считаете, это пережиток прошлого? Да, я считаю, тем более я прочитала, что очень мало стран, которые этим занимаются переходом. А в три раза больше, которые не переводят. Понял. Как вы относитесь к переходу на зимнее и летнее время? Что недавно перевели время на час назад? Ну, не очень. Ну, нормально. Нормально относитесь? То есть никакого дискомфорта не ощущаете? Не очень. В принципе, нет. Мне не очень, потому что раньше было светло, а сейчас уже быстрее темнеет. То есть вам не нравится, когда быстрее темнеет? Ну, да. Так больше погулять можно. Как вы считаете, стоит отменить зимнее и летнее время? Вообще перевод часов стоит отменить или лучше его оставить? Ну, лучше отменить. Да. То есть вам нравится, но лучше отменить? Да. А как ваши друзья относятся к этому? Вы не общались по этому поводу со своими друзьями? Пока что нет, но, скорее всего, так же само. Так же само относятся. Все, ребят, хорошо. Если они так относятся, но мы еще не говорили с ними об этом. Обязательно поговорите со своими друзьями на эту тему. Все, спасибо вам большое. На парочку вопросов от Телеграфа не ответите? Так. Как вас зовут? Василий Петрович. Василий Петрович, как вы относитесь к переходу на летнее и зимнее время? То, что мы недавно перевели часы на час назад. Как к этому относитесь? Лучше было, как раньше было. Не переходили, и оно лучше было. То есть, считаете, это пережиток прошлого, да? Да, да. Оно тяжело, как-то переходится. Привыкли же дети, все привыкли, школы, все же. Вы на себе чувствуете адаптацию какую-нибудь? Немножко чувствую. А как ваши знакомые, по большей части, к этому относятся? Ну, да тоже по-разному все. Как, кому, как. По-разному, да. Эля, сколько вам лет? Не 18. Не 18, хорошо, отличный ответ. Как вы относитесь к переходу на летнее и зимнее время? То, что мы недавно, 25-го, перевели час назад. Считаю, что это бесполезно. Почему так считаете? Ну, потому что, ну, бесполезно. Уже мало кто переводит. Ну, ладно, много кто, но все равно. Ну, это же было создано для того, чтобы, типа, экономику повысить, роботоспособность. Ну, для работников, по большей части. А сейчас это уже, как бы, особо не нужно. То есть, считаете, адаптацию на себе не ощущаете? Кто-то из ваших знакомых, как к этой вообще теме относится? Категорически плохо или, наоборот, хорошо? Ну, не позитивно. Нейтрально, но... Считаете пережиток прошлого? Да, да. Кременчудский телеграф. Общественное мнение говорит о том, что нет общего мнения по этому вопросу. Кому-то нравится, кому-то не нравится, кому-то, в принципе, все равно. Вот такие вот дела с переходом на зимнее время. Держу вас в курсе. Держу вас в курсе.